Ствол-то он кому угодно пригодится. Свинку забыл. Точно. Просто Сайфер наиболее профитно используют. За счет адского буста ворона. Своей обилки. Жука просто сразу снесли. Залпы с первого. Надо друидов стрелка просто переделать вообще. Чтоб бегал тоже с дробовиком и наваливал. За всю боль. Костер. Жаль, нет бонуса точности против... Людей. Людей. Билданс. Тут я даже не знаю, либо подконтролька, либо... распилить. Жуки весьма чувствительны вот к этой ему. На лучу смерти. Нужно еще запозиционировать грамотно. Желательно. Вот так вот. Блин, одного луча мало. Надо второго Сайфера брать. Но если я возьму второго Сайфера, это будет как в первый раз. Я здесь. Медведь выжил, к слову говоря. Внезапно. Внезапно выжил медведь. Костер. Так, а там-то не было ничего. Ништякового. Бафф только у Сайферов есть. Да, но это встроенный бафф. Отличительная особенность Сайфера. Дальнее... Блин, нет, не дальнее преимущество. Плеть. Вот. Хлыст души. То есть у него... У Сайфера по дефолту урон в ближнем и дальнем бою плюс 20%. Вот. А если взять еще один перк, то, соответственно, урон в ближнем и дальнем будет плюс 40%. Это почти как критическая атака постоянная. А, ну и, соответственно, там бонусы с рядачением, но это не считаем. А фирменная фишка ханта, это, собственно, медведь. То есть, что круче, 40% к урону или медведь? Конечно. Тут вроде бы всего лишь 40% урон, а тут целый медведь. Целый медведь. Начинаем наши коридорные шутеры. Так, залп. Мерзких магов сразу. А что у вас там по... Что у вас с мозгами? О, нормально. Сейчас мы повоюем. Ни... Ха-ха-ха. Нормально. Вот это каст, вот это я понимаю. Вот это магия. А не то, что у меня там... Недоразумение одно. Где Чикаго? Хотя, ладно, у меня никто не умер, так что. Так много. Ну, всего там 49. По воле. Да, у кого-то магия, у кого-то так. Фокусы, я бы даже сказал. Да, просто с одного каста по него полпатии положил. Сайлент меня окружает. А если первый успел кастануть? Что это? Все, прямо тут же и поиграли бы. Ну, первый залп редко кто переживает. Когда два дробовика стреляют в лицо внезапно. В тюрьме. В тюрьме. Да. Я здесь. Наверное. Я здесь. Я здесь. Я могу... ...недалеко стреляют. Что, в общем-то, логично. Ну, у нас есть Астрал. Пора контроли, друг, пора. Угу. 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 А что там, друида дамажит. А, это варвар, лол. Я чё-то сразу варвара не признал Он там в аоя стоит Дамажит Я думаю, чё у меня друид умирает А, ну, вон он, чё Блин, не могу навестись Это читы какие-то начались Во А ещё там лучники всякие Я здесь Я здесь Я бы рад, чтобы Теперь Давайте посмотрим, что Блин Ну ладно, хотя бы резнуться вроде успел Так, давай вот у тебя есть баф такой крутой На шесть армора Сильно бронированный мужик Семнадцать секунд паралича Бабла поднимем Море Аура Обвивающего пламени Аура для друзей Пять метров даёт Обвивающее пламя Три между отдыхом Вычет урона шесть Ледяной на двадцать секунд Огненный урон по врагам Ну блин, почему она не пассивно работает Использовать её ещё Самую ауру Повесил щит, всё, и пусть он горит И дамажит всех врагов в АОЕ Нормальная была бы тема А то три раза между отдыхом Наверное, пригодится в Уайтмарше По-любому каждый второй чем-нибудь допыхает Ледяным Я здесь Я помню, это место Здесь много врагов Что это? Попробуем оттянуть Да? Я здесь Я здесь Я здесь На, не догонишь Ну бас Малыш Скинит Да? Я здесь Я здесь Я здесь Да? Да Следующий Это да Да, когда первый раз проходил Я даже до города не дошёл Ну, до пухты непокорности Я сразу сюда попёрся зачем-то И ходил тут убивал просто Очень-очень долго, в общем Местных мужиков Эй, ну куда пошёл Сюда Сюда иди Может мне Разнообразие тебе дать архиву Немного Немного с архивузой Побегать я, конечно, уже пробовал Прохладная тема Есть Тем не менее Как-то вот хочется, знаете, для массовости Типа у всех огнестрел сидела А то там друид с айфером с огнестрелом А мой рейнджер Как неродной слухам Да и первый залп веселее Когда с трёх стволов ты Его делаешь Я здесь Да, просто подвожу Подрастрел всех Гатлинг лазер Нет, не отказался Какую-то гадость завязал Чё это? Испуг? Гатлинг лазер Не зря ему скорость бега взял Вот сайфер вражеский Неприятный тип, когда их много Я здесь Я здесь Конечно Боже, мне нравится Гатлинг лазер Да? Да Гатлинг лазер Я здесь Верёвку Верёвку Ну зачем Криминальная Россия А что, мне вот реально во всех огнестрел Только вот здесь Волшебная палка Но волшебная палка Слишком крутая Там 15 точностей Ведь даёт она, да? Да, 15 точностей Это просто жесть какая-то Лютая Гранат не хватает Да, ещё бы, короче Залф сначала с ружей А потом и Гранаты полетели в лицо Да, давай, пофигу Давай привяжем А можно разорвать связь Там, видимо, вся прокачка просто упадёт Я что-то не видел раньше Не обратил внимания, что можно разрывать Я думал, один раз привязал и всё Будем качать Пушку Давно пора было, конечно, её качать Но ладно Ещё какое-то событие в крепости происходит Лорд Правляться домой с вашими деньгами Которые собираются потратить на наёмников Но это ладно Плохой постель Покидают крепость через 3 дня Местный пьяниц Опросил помощи И с накопившимися долгами Сейчас все дела брошу Пойду, окажу помогать в свою крепость Да, и Миша обвязанный гранатами Впереди всей пати Но у меня будет достаточного обла, чтобы до конца отстроить крепость Когда я вернусь Если я тут всех заборю Конечно У вас много, ребята Вместе вы сила Я здесь Ну Да Я здесь Конечно Я здесь Так, а вы вот залп вот этого мужика Девушки отдыхают 22 секунды Ё-моё Да откуда столько урона-то? Почему там под сотню просто? 110 Как с куста Этот почти умер Что это за колдовство? Какое-то оно слишком страшное Кстати, сапоги-то нормально работают Упорство мертвеца Типа даже если вырубили То он 3 секунды еще стоит И за эти 3 секунды Его можно успеть дохилить Перед тем, как он упадет То есть поэтому мой друль еще стоит На лоу хп, но стоит Какая-то жизнь прям нереальная Вроде бы один каст, а все умирает Сейчас я вам покажу Блин Что такое скиллуха Что такое скиллуха Что такое скиллуха Что такое скиллуха Просто сдули Захотел возьму, что Парша сам играл Да Именно поэтому За УП говорили они Да, да, да Это какое-то слишком сильное колдунство Но реально, блин, у меня То есть вот мой хант У которого, по идее Бросок по реакции 86 То есть от всех этих вот Домажащих сполов Из 120 выносливостей Он кинул один шарик и просто 10 10 стамины осталось Что? Как? Вновь Я не знаю, это должно было критануть как-то Но чтобы критануло, это Какой-то нереальный ролл должен выпасть Двойной дэмэдж там пройти Я не знаю, это вообще Просто забей Не понимаю Что это за колдовство такое На 8 секунд Точность 85 Минус воля 79 Результат броска 55 61 попадания Какой ты точный молодой человек, а? Подловил Подловил Вот это хрень летит Бежим Бежим, пока все не сдохли Не знаю, хватает вот этого Просто как не бывало хп Как не бывало В астрал, че? Можно вообще забузить двойной астрал Двух в астрал в дверях кинуть Чтоб они вообще пройти не могли Не надамажить, не пройти Так, ну ладно Сейчас что-нибудь придумаем Сейчас кинет Совсем страшное колдовство Будем использовать Раз такие дела У меня тоже, конечно, есть сбивание Теоретическое на 14 секунд с лишним Если повезет Так, давай броню, которая на 6 вычета урона всем Так, а ты Ты, ты, ты Медведь умер, кстати Баф на точность Так Может попробовать Да ладно Закастил грозу, да? Там она Дамажит уже Интересно, а гроза стакается сама с собой Или вот не особенно Опять этот шарик смерти полетел А, он типа в две стороны летает То есть он один раз пролетел А потом обратно пролетел И все это время дамажит То есть Два тика делает Жесть Какая грязище Так, ну ладно Друид хотя бы без сознания просто валяется Куда ты побежал, родной? Ноти по ща Нормально, сейчас за счет доминирования выведем как-нибудь. Если оно не будет спадать опять, внезапно. Как-нибудь разрулим. Надо только немного отойти. Пошли-таки, если спокойненько. Куда ты бежишь? Стой! Моментальный каст, это очень круто. Я раньше даже не пользовался этим доминированием, потому что, во-первых, она очень с близкого расстояния использовалась, а во-вторых, скорость каста была относительно долгая. Теперь просто моментально вообще. Ну, печать, да, могла зайти, но ладно уже. Время кинуть огонек. Попал. Но он по стойкости кидается, огонек такой себе. Зато, когда попадают на фул, выжигают очень быстро. Попал. Попал. Я здесь. Харли. Попал. 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 А сейчас смотрим каст с толпом веры. Они кастанут быстрее, чем я кину столб веры, потому что у меня... Немного не хватает ловкости. Так, вычесть урона. У тебя все еще первый, да? Все еще первый. Можете лицеление, подвижность. Ну, тут только люди. Люди не проходят ни по одной категории. Урон против окруженных. Давай, вычет урона. Всем вычет урона за мой счет. Уже восславил, уже восславил. Смог разделаться с крестьянами. Хорош, красавчик. Заунил крестьян. Я буду рад, чтобы. Большая часть Бэлори. Могут, конечно, но в этой игре таких нет. Давайте продолжим. Давайте посмотрим, что мы нашли. О, кинжальчик. Отличного качества стилет. Отличного качества стилет. нереалистично согласен явно недоработка что это? Я не могу его как-то выкинуть? Вообще нельзя брать ключи. У всех мушкеты, нет только у друида и у сайфера. У охотника ружье. Сейчас. Ружье, кстати, не прокаченное. На огонь, на стихию какую-нибудь в смысле. Возможно, стоит тогда исправить. Так, что хотел сделать? А, ключу пробовать выкинуть. Нельзя выкинуть. Нельзя. Нельзя. Поехали. Давайте продолжим. Я здесь. Иди сюда, Бандерлок. О, что-то вы все побежали. Достаточно далеко встал, да? Скажи в Бандиде. Медведя моего законтролили. Штурм хорош. Просто уничтожает. И дамажит, и оглушает, и вообще. Успели такие загрызть медведя. Опять успели загрызть медведя. Ну что ж ты будешь делать? Что у тебя за травма? Получаемое лечение минус 50. А, нормально. О, мушкетон хорошего качества. Даже враги, мушкетонами пользуются. Иногда. И еще минус экспа. Поговорили со всеми, кто там умер. Кого там в жертву принесли. Неприятная, говорят, эта вещь, которая тебя в жертву приносит. Блин, опять ключ взял на автомате. Ладно. Давайте посмотрим, что мы нашли. Да ладно. Скиллухи не хватает, чтобы трапу снять. Я запомнил тебя. Я еще вернусь. Что это? И здесь не хватает, скиллухи. Уже не наступите, правда? Уже типа все видимы тут. Конечно, не наступите. Ну, конечно, не наступите. Что это? Трапа? А вдруг это фейковая трапа? Надо наступить, проверить. Вот если бы за них экспы не давали, и, собственно, денег, я бы хаффером изи все разминировал. Вообще не глядя. Вообще не глядя. Вообще не глядя. Застрелили, как собаку. В поле кроликами. Давайте держим в поле крестьян. Смирно. Не пережил, жалп. Силен окружает меня Так, ты задоминирован, а ты? Просто заворожен, вот тебя убьем Ты че такой крепкий? Пару леча что ли хочешь? Сожги его Дожги его душу Дважды Не стакается Не стакается Танец, танец, революция Ах Хм 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 Кто следует? замок и вздремнуть там получить бонус к механике потом вернуться сюда и разминировать сразу чтоб два раза потом не ходить то мне же будет так лень возвращаться потому что на поверхность выход у меня прокачана механика до потолка просто подразумеваться что он ее должно быть еще больше недостаточно нужно больше механики на но здесь выход шорткат давайте сбегаем до нашей крепости отдохнем получим бонус к механике и вернемся самое печальное что вот воюешь ты воюешь с этими культистами а экспы то никакой ну хотя бы за сам квест получим экспу если бабу спасем если спасем конечно ведь можем и не спасти вернее даже так можем не захотеть спасать ее ну ладно с алкашом все таки поговорю попробуем решить его проблемы да кстати сколько там пусто накачался почти если я сразу его привязал обмазал душой наверняка он уже прокачался на раз хотя бы привет ты сюда приветствую ну давай говори уже хотя нет мы все устроим официально там поросенок мы топит дело вот какое у меня в дирфорде куча долгов понабралась ну и в паре других мест точнее во многих у меня совсем нет денег я бы заплатил если смог я вот что подумал я готов работать может вы знаете кого-нибудь кто мог бы меня нанять ну или типа того слушай может мы кому-нибудь продадим тебя в рабство спасибо вам я не думал что это действительно мне поможет да никто тебе не поможет ну вас зачем девушке помогать я я не хотел минут просто я думал простите папа 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 пшу вон отсюда погодите я же не а все решили его проблемы не можно только на врагах качать там это специально написано что только как там до противнику враги врагу противнику противнику врагу а может быть можно забудить все таки на мишке по 5 дэмэдж до по 3 но нет увы ях медведь нам не враг хотя казалось бы постоянно умирают и дебафы от атаку какой же он не враг механика плюс 2 пойдем обратно пойдем все разминируем потом все продадим все то добро что сняли с культистов и даже не знаю что купим может оставим денег на всякие грейды а я знаю что мы купим мы закупимся всякими ингредиентами да для улучшений брони и оружия надо будет всякие камни драгоценные скупить мозги визраков скупить ну и грибы всякие без грибов не получится сделать некоторые улучшения чудо не произойдет вручное оружие ближнего 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 боя носит наибольший ворон за один удар она может пригодиться когда надо преодолеть значительный вычет урона противника да вот здесь нет воров которые тырили бы броню поэтому приходится пользоваться двуручниками а ведь отличная идея была прокачать вора который воровал бы броню так ну что где там травы были я готов вот совсем другое дело 9 сотен экспы как с куста давайте пойдем сюда ну или хотя бы сюда дезориентация 125 мне не показалось показалось 12 5 видимо все таки было яс какие подземелья какие от но да это мы скал кучу а арбалетом искал но так и не нашел он который это 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 Готово. Бедный мужик. Даже немного жалево. Столько свинца в лицо. Так, ну всё, осталось только вот туда сходить. Это закончилось. Я здесь. Это закончилось. Это закончилось. Или не очень. Это закончилось. Тихо. 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 Бонус за сон, который ты получаешь здесь всё время до следующего сна. Даже больше. Когда спишь в крепости, там, по-моему, можно даже после этого два или три раза поспать. И бонус все равно будет еще висеть. А вот тот бонус, который в тавернах получаешь за сон, он, как правило, да, до первого сна. Да, бах, 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 и просто фонтан мяса. Блин, и опять придется... Еще до, еще до, Саныч. Ну, перерыв сегодня будет короткий. Может быть в районе полчаса-часа, где-то так. Поем там кое-чего сделаю и... Продолжим. Вот, мы нашли девочку, которую так просил разыскать ее папашка. Как индейец, но он не совсем на индейца похож. Последний исходитель и в лицо. Ваймунд. Большой мужчина с бычьей шеей и скрытым под капюшоном лицом помогает молодой эльфийке выйти из стеклянной камеры, которой подключено ошеломляющее количество кабелей и механизмов. Кре-капсула? Наверное. Ее кожа и одежда блестят от свежей крови. Ты будешь чувствовать легкое головокружение часа или два, но это пройдет. Поешь и поспи, когда вернешься в деревню. Передача... Передача произойдет спокойнее, если ты расслабишься и отдохнешь. Вживленный дух уже завладел твоим разумом, поэтому бороться с ним бесполезно. Он поворачивается к вам, окатывая ледяным взглядом. Надеюсь, наш новый посетитель не слишком все усложнит. Скейн, а что такое Скейн? Это ведь не класс, не раса. Что значит Скейн? Или это я в какую-то мог организацию вступить? Ладно. Нет, так нет. Что-то происходит. Диверсия. Жестокий родственник правосудия. Или ты не слышал трагическую историю лорда Харанда о пропавшей дочери и предстоящей свадьбе? Он послал своих солдат обыскивать деревню, а сам остался жить в Таракогене. Таверне. Я не ожидал, что ты поймешь, что я делаю. Но приличное общество не одобряет ни ритуалы Скейна, ни работы анимансеров. Ага, Скейн это все-таки организация. А как я мог не уступить? Ну ладно. Он берет локон волос молодой женщины в свою большую, испачканную кровью руку. Но неприглядность напоминает приличному обществу о том, что есть пределы, когда никто не обращает внимания на излишество и развращенность вельможи. Им нужно показать что-то, от чего они не смогут уже отвернуться. О чем ты, Лорд Харрон, говорил всем, что это его дочь? Он завез ее так далеко только для того, чтобы быть подальше от тех, кто может знать правду. Она его племянница, и она носит его ребенка. Вот это поворот. Заделал Киндера, своей племяннице, и отвез ее в самую задницу мира, чтобы тут замуж выдать. И зачем ему это? Жене Харрондова удалось... Давалось родить только пусторожденных. Теперь у него нет наследника, а дочь его сестры, Айлис, достигла брачного возраста. Не имея собственных детей, Харронду пришлось бы передать наследство ее ребенку. Поэтому он нашел способ продолжить свой благородный род. И поэтому эта девушка, его племянница, носит ребенка от него. А не мог он получить ребенка каким-нибудь другим способом? Не наследника знатного происхождения. Даже если бы он избавился от своей жены, какая семья выдаст свою плодородную дочь за него? Надеюсь, ты понял, что проблема связана со всеми этими глупостями относительно рода и знатного происхождения. Члена Узла? Скин Узла? Так, я аниман... Так, и... Па-па-па-па-па, аниманса часть твоего плана по его уничтожению? Дело не только в Харронде или в девушке. Дело в разлагающем влиянии власти и богатства. Привилегированные люди, такие как Харронд, так часто защищены от ответственности за свои действия. Заряженный дух в десятках униженных рабов и подчиненных уже укореняется в ее разуме. Когда процесс будет закончен, он подтолкнет ее к убийству дяди, тети и любого глупца, который осмелится встать у нее на пути. Тогда люди не смогут отворачиваться от грехов Харронда. Я не хочу уничтожить Нестора Харронда. Я хочу покончить со всем его гнилым родом. Его имя будет служить проклятием среди людей. Дела его дома затмит его гибель. Враги при упоминании его имени будут содрогаться от жалости, а выжившие родственники избавятся от своих богатств, лишь бы не быть с ним ничем связанными. В смысле? А, Виашний снайфер. Черт. Пожалуйста, не надо, звучит как-то жалко. Вот, в общем, какой план? Он вселил души рабов и прочих-прочих там, кого угнетали ей в мозг, в душу в ее. И типа сейчас она пойдет и завалит отца своего ребенка, этого самого Лорда Харронда, если ее не остановить. Скейн только знает, что можно сайфершей из деревни спасти девку. Ну вот Скейн, я так понимаю, просто мог уже вступить в эту организацию как-то через какой-то, видимо, квест. Ну и ладно, хочешь уничтожить семью, давай. Вернись к Дирфорд и убедись, что Харронд продолжает путешествие вместе с ней. Мы не должны присутствовать при месте Айлис, но, если все пойдет по плану, о ней услышит весь Дирфорд. Он подталкивает молодую женщину вперед. Ее с хрипы уже утихли. Он вытирает щеку ладонью, сглатывая последние слезы. Иди, цель будет достигнута сама по себе. Дядя счет их к этому лорду. Ну, он же сказал, что не совсем к нему. У него счеты вообще конкретно ко всем благородным господам, что совсем распоясались. Совсем берегов не видят. Так, выживание 10, это я могу брать вторую точность. Да, больше мне, собственно, ничего и не нужно. Нужна Атлетика, чтобы иногда хиляться. Да, да. Обилка, обилка, обилка. Ранящий выстрел. Ну, это все скейл от Инты. Это мы не берем. Мы можем наконец-то взять Каждая дальняя атака рейнджера имеет такую силу, что стрела пробивает первую цель насквозь и поражает стоящую за ней. В пределах дуги 20 градусов, нанося меньший урон. Пассивная способность, количество рикошетов, дальних атак плюс один. Надо конкретно с лукой или с ружья тоже работает. Типа, можем двух врагов насаживать на одну стрелу. Любавно. Команда взять. Забивание с ног. Некоторый дэмэдж, но опять же скейл от интеллекта, поэтому восприятие стрелы, отклонение от дальних атак плюс 15 не поможет. Яростный прицел, скорость стрельбы. Вот где-то-то все не то. Исцеление спутника. Рейнджер может вылечить свое животное спутника. Два раза за бой. Я могу лечить медведя. Представляете? На 49 стамины. На 50 на следующем уровне. На 60. Потом на 70. Два раза. Два раза могу хильнуть медведя. Чтоб он не умирал. Вот круто. Но мне не дали пассивку. Блин, стойкость медведа. По сути выбор-то между хилом медведа и вот этим. Каждая дальняя атака рейнджера имеет такую силу. Каждая дальняя атака. Но потом говорится про стрелу. Стрела пробивает первую цель насквозь. И поражает стоящую за ней. Ну лук-то у меня все равно есть. Давайте. Опять не дали качнуть шкуру медведя. Да понятно, что тут пробивание надо брать. Не медведя же хилить. Ты понял, что Миша лучше 40% урона? Это еще не прокачанный Миша. Так, ну мы же не оставим их здесь стоять. Два швы и шага. Я буду открыть это в никакой времени. Это закончено. Уникальный кинжал. Точность плюс 5. Но это ладно, это кинжальская тема. 10 обычных паданий становится критами. Отличное качество. Хороший кинжал. Стоящая вещь для роги. Конечно же. Это шорткат. Я здесь. Я в прошлый раз, кстати, не дал этой тетке уйти. По-моему, я великодушно свернул ей шею. Ну, этой зомбированной. А в этот раз вот отпустил. Посмотрим, чем это закончится. Нам больше нечего обсуждать. Лучше нам знать друг о друге как можно меньше. Ты даже говорить со мной больше не хочешь? Ты хочешь, чтобы я тебя запровоцировал? Ну ладно, что? Книжке Ваймуда наверняка написано, что он не любит лорда. Сейчас мы узнаем. Попросим его поделиться книжкой. Попросим его поделиться книжкой. Да просто беги. Что? Что вы делаете? What are you doing? Так, Миша, давай ты вообще будешь засадным. Если сейчас все получится, может быть, я на тебя накину. Пилу дружбу. Так, топи сюда. Ты должен успеть под баф. Оп, не успел. Ну ладно. С кем не бывает. Не успел, а не успел. А что-то они такие потрепанные их своими же АУЕшками. За дела, что ли? Так, ну давай. Попробуем сделать это. А, его в астрал. Тем более, что его еще и парализовало внезапно. Вот так вот. Так, масс хил. Амм. Ты давай зови мужика. Ты не подходи так близко. Опасный, наверное, мужик. Умер. пал смертью храбрых а подожди ты еще здесь и ты здесь и ты брут ребята я не приметил дезориентация через майн контроль меня разобрали всех убил типа он думает что он победил привет юрий все таки пришел дядя миша из кустов с полосатым жезлом через магазин расплачиваясь на кассета приходит смс повещалка снятие денег прайза сам поставил поставил эти бородачки лопат сто они пославили солнце сразу там на кассе не дождался меня два часа ждал ты вот начал ждать ровно в тот момент когда я на перерыв ушел не знаю как то так подгадал почему у меня бой не заканчивается и у меня воскрешалите нет на следующем уровне по моему только дадут ну я знаю теперь как минимум двух людей которых это стоит на смс-ке блин а где там сохранялся вообще 1931 сейчас 24 больше нигде не слышал ни у кого трех надо подумать кто же может быть третьим кто же этот загадочный человек в этот раз в этот раз убегу может может быть мимо а ты зачем останавливаешься идиоту идиоту беги дезориентации далеко не убежишь конечно да ой блин успеешь в принципе нет смысла их катить все равно они не катятся как-то идиоту мы принимаем бой мы сейчас подавлежку поставится эх эх а нет так мы тоже не выиграем 5 ну да сегодня сапты кидал ссылку прям на вавку ну дебилово бена ну да да нет что просто беги беги и все надо остановиться меня втянули в бой какое-то нехорошее это место неудобно и мне больше нравится правда так адски подавешки подставимся я с амир о там у меня вроде бы есть у кого-то стихийный щит потому что без щита нормально с вот такую вавку сегодня кидали жаль у телефона звучание хуже но все видимо зависит значит телефона спасибо тебе большое за поддержку если телефону колонки как нибудь прикрутить как нибудь прикрутить колонки и в этот момент получить смс но можно и луком да я уже думал об этом когда в прошлый раз согрел подумал вот было бы замечательно луком его вытянуть так у меня же есть какой-нибудь даже не лук даже не знаю что-нибудь посерьезнее попробуем привлечь его внимание скажем я могу кстати троп наставить миллиард у меня что-то вон которое наснимал как навтыкаю сейчас ловушек давайте я пробуем привлечь его внимание из дробовика почему бы и нет но точно стенд теги и так и будете бежать да да механика используется для установки ловушек они до сюда не идут то есть их теоретически можно разводить вообще стенд теги это интересно я думал они до упора бегут а они оказываться нет то есть можно до какого-то момента их ну бой правда не заканчивается я здесь да все верно тем точнее и больнее она это делает я 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 и пока перезаряжат там уже я я под сейчас бы хинулся на 15 давайте попробовать конечно не так быстро бегаешь ребята они разделились разделяя власть дела-то пошло сдвинулась с мертвой точки амир но там босс один побежал соленого побежал блин уже не соленого так удачно все было все мы принимаем бой принимаем бой кричали они что сверху уже падает большое тяжелое сто бросок аж под сотню а ты неплох а что у тебя со стойкостью еще больше сотни какой опасный мужик был все мы победили честном открытом бою собрались силами собрали всю скилл уху и победили а в открытой честной борьбе без всяких допингов и даже миша выжил к слову говоря на босс файт это жаль ничего уникального не подняли кусок сыра зато получили не знаю зачем мужику который копается в мозгах сыр может нам пригодится теперь пойдем посмотрим что там тетка сделала которую мы отпустили которые мозги промыли что там с лордом сотворила хотя по идее еще ничего не должна сотворить она должна его заточку в почку ему вставить когда они где-то за городом будут ну далеко отсюда возможно у нас еще будет шанс сейчас спасти этого самого вельможу предупредив его о том что смертушка его близко пойдем поговорим а у тебя скоро левел ап долго абсолютно да мы еще можем его наверно спасти вот это баба вот лорд пожилой проводит рукой перчатки по длинным волосам молодой женщины ты заставила меня всерьез побеспокоиться дорогая что бы я делал если бы с тобой что-то случилось нам сайлис пора двигаться дальше хорошо будет добраться до привала эйны после всего этого я в этом не сомневаюсь я так понимаю что ты способствовал ее возвращению пожалуйста примета в знак благодарности за помощь в этом щепетильном вопросе крайне значительно положительное маловато маловато будет если конечно не хочешь получить ножом в брюхо мерзкий старик он нахает округляя глаза от ужаса и негодования срывает с пояса мешочек с монетами отпускает его тебе в руку я не знаю что за лживые слухи до тебя дошли но мое семейство одно из самых старейших и благородных в бухне непокорности мы защищали эту землю в течение многих поколений и мой наследник позаботиться о продолжении нашего знатного рода вот кашлят в кулак смотря в сторону мы получаем крайне значительную положительную репутацию и амулет летнего солнцестояния плюс 1200 голды нам пора идем дорогая еще несколько дней в пути и мы будем на месте давай давай удачно добраться ну что там за амулет давай показывай чем ты там со мной поделился амулет фулвана амулет летнего солнцестояния солнечный луч луч второго на огненный 3 30, 20, 35 огненного урона ослепление на 15 секунд ну кому там нужна защита от огня она интересно стакается с врожденной стакается ну блин тут все уже занято тут на интеллект тут на интеллект восприятие тут интеллект и дать то некому абсолютно по-моему квесты в этой деревне закончились завалили огра спасли даму не спасли вельможу и принесли яйцо все зафармили культистов больше в этой деревне нам делать нечего ну только что может быть купить что-то напоследок спирт и 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 Ладно, она машет рукой, подавая сигнал, а у мамы поворачиваться к вам. Мой друг считает, что ты сможешь нам помочь. Я понимаю, ты занятой парень, поэтому я тебя щедро вознагражу. Она передает вам несколько монет. Погуляй, посмотри на этот город. Вернись и расскажи, свободен ли путь. Или, может, ты замечешь какие-нибудь подозрительные лица. Ну, я сообщу, если замечу кого-нибудь, притаившегося в углу и издающего маниакальный смех. Еще один квест остался все-таки. Мы можем завалить ее. Мы можем завалить тех, кто за ней пришел. Не слышно. Продать-то можно. Второй трейлер вышел. Наконец-то. Как раз сейчас на перерыв пойду и гляну, что там. Сделаю себе чайку. Спокойно посмотрю трейлер. Позалипаю на бесконечно прекрасную Харли. А когда, кстати, Финта выходит? Ведь не скоро же. По-моему. Тот же Варкрафт в тиранче выйдет. Петверик. Любитель вселенной DC? Нет. Мне, в общем-то... Все равно на вселенной. Я любитель хорошего кино. Веселого. Я человек простой. Идет интересный фильм в кино. Смотрю. Хейл и Вэлл Мэтт. Вэлл Мэтт. Так, все та же пика для Варвара. Тот же Камар. Все тот же Камар для... Кого там? Дороги. Камбез. Пагубное ускорение. Ну, Чикаго говорил, надо брать Камбез. Возьму. Возьму, пока его нет. А то, если возьму, когда он будет, то... Он мне этим будет тыкать еще, не знаю, полгода. Может использовать Паладин. Давай. Я думаю, что Паладин у нас появится. В августе... В августе Аваркрафт. По-моему, 29 или 26 мая уже выходит. Брать ли Камара? Для начала трэш пролетим. По 170 золота еще можно с трап получать. Помимо опыта. Слабо наложение чар. Восстановление выносливости. На. В топку. Так, давайте, ребята, тоже все продадим. Меня уже интересует, только, не знаю, отличного качества вещи. Хорошая как-то не котируется. Знание плюс 3. Продать. Бонус к лечению, реакция плюс 5. Продать не нужно. Тоже продать. Вживание плюс 3. Пусть поваляется. Кольцо клуба оставим. Так, это тоже все продаем. Эсток отличного качества. Вот, отличного качества еще можно попридержать пока какое-то время. Так, и давай, чемодан. Что-то как-то мало магического оружия. Подозрительно. Пуса главы гильдии. Мусор. Да, ничего не делают. Продаем. Палка лаврана. Скорость атаки. Вот это уже получше. Моргенштерн отличного качества. Правосудие. Пушка. Ладно, пусть будет. Хорошая. 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 Отличная. Это у нас что, вампирский стилет? Ну ладно, побудь пока еще. Нет, вот щиты не продам. Арки буза. Нужна нам еще одна арки буза? Наверное, нет. Не, шкуры и клыки не юзаются. Все, что юзается, сразу вот сюда отправляется. В этот раздел. Ну, чтобы ты случайно ничего лишнего не толкнул. Даже разбитый доспех анимата не юзается. Как ни странно. Так. Сколько у меня капюшонов? Почем они там идут? По десять? Так, и... Миллиард броников. Нормально, денег подняли, так. Кровавленая мантия. Ничем ведь не отличается от... Хотя у него отличное качество. Ладно, одну продам. Все. Приобрету гамбесы и ботинки. Паладинские. Кому бы мне гамбес дать? Скорость восстановления минус двадцать. Ну, давай ты пока побегаешь временно. Чуть дольше жить будешь. Ну, а ботинки на пола нам пока не нужны. До конца игры нет. Я думаю, еще надо потестить будет... Вара. Ну, варвара. Мага. И кого я там еще не использовал. Ну, в общем, как минимум, варвара и маг. Маг еще будет. Да, деньги у торговцев бесконечные. Почему беседка не делает в своих играх бесконечные деньги, мне непонятно. Нафиг это надо. Сидеть, ждать, пока деньги восстановятся. Это, по-моему, самая главная проблема всех игр серии ТЭС. Нет бабла у торговцев. Сыриться, убивать и грузиться. Оно нам надо? Ну, так-то да. Оно нам не надо. Это и дан. Да, скорость восстановления для заклинаний, для скорости каста заклинаний, для скорости размахивания оружия. В общем, все режется. Кроме песен певчего. Кроме песен певчего. И, по-моему, пылы у него не особенно завязаны на скорости. Нет бабла, но есть консоль. Да, это уж совсем. Ну, хотя, я когда последний раз проходил 4-й фолл, еще я поставил, просто поставил мод, который бесконечные деньги торговцам дает. Все. Меня утомило. Ну, это просто бред. Ты приходишь в город, продаешь там по 200 копеек весь свой мусор, а потом садишься на стульчик и сидишь двое суток на стуле. Встаешь со стула, опять совершаешь круг почета, чтобы продать весь свой хлам. Садишься опять на стул. И, короче, его... Ну, это бред, просто бред. Ну, его нафиг поставил мод на деньги и не парялся вообще ни разу. Да, у всех хороших игрок есть консоль. Да, я знаю, что, да, есть мод. Я просто стараюсь такими модами реже пользоваться, но вот конкретно в... В 4-м фолличе я не выдержал. Скорее, можно бесконечно продавать капусту и так далее. Ну, там-то... Просто обуз. Если ты имеешь в виду продать, дать по башке... А, продать, засейвиться, дать по башке, снова продать. Засейвиться, дать по башке. Ну, так вот. Я вам ничего не говорил. Вот эти подозрительные типы. Конечно. Привет, stranger. Привет, говорит. Проклятие. Ты только из деревни, да? Что там за ужас происходит? Какой еще ужас? Ты не слышал? Там убийца буйствует. Говорят, она сошла с ума и задушила дюжину здоровых детей. Когда оказалось, что ее собственный ребенок, пусторожденный, мы прибыли из бухты непокорности, чтобы предать ее суду. Она тут? Она прячется в деревне. Мы бы сами за ней пошли. Но проблема в том, что она знает, как мы выглядим. Неизвестно, что она сделает, если увидит нас. Хотелось бы избежать лишнего попутного ущерба. Ее зовут Найфра. Ну вот. Та баба, которая пыталась с нами договориться, чтобы мы узнали что-то по деревне. Она орлан. Мы хотели бы вывезти ее из селения, чтобы разобраться с ней чисто. Если бы кто-то убедил ее, что нас здесь нет. Что-то меня терзает смутное сомнение. Такая сумасшедшая женщина. Проблема для всех, друг мой. Просто будь на чеку. Если ты ее встретишь, вспомни, что я сказал. Я обещаю щедро тебя вознаградить. Вознаградить нещедро. Даже не знаю. Даже не знаю. 30-ка полена отдает 300-ка золота. А, ну это тоже изи способ. Всего-то поленев нарубить. А может быть я принесу просто ей твою голову и... Чем это закончится? Угу. У меня квест сразу засчитается. Удобненько. Дурит только не успел ничего прокастить. Немного грустно. Убить хафера. Надо, кстати, понаблюдать, как там пробивание работает. По-моему, он не работает. Та самая стрела на вылет какая-то. Не, ну так долго. Все, решили вопрос. Еще и бабла подняли. Тысяча золота, между прочим. Пойдем сзадим квест и достроим нашу крепость. С любимым классом в Скайриме. Идешь в реверу, дельфины воруешь, абонитовый лук. Воруешь, 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 пока нет. Воруй, побеждай. Хочешь поиграть в артку на РПГ-пробой? Age of Decadence. Decadence. Слышал где-то про эту игру, но очень мало. Но у меня сейчас столько просто игр, что я... Думаю, что не скоро до нее доберусь. Прям вот совсем. Разнообразие. Немного разнообразия нам не повредит. Драка еще не началась, а друид уже мертвый. Профит? Профит. Может, он просто прокачивал скилл притвориться мертвым? Насмотрелся на ханта с Мишей. Подумал, чем я хуже. Я же друид смогу приручить зверя. Нужно только научиться у ханта притворяться мертвым. Вот. Практикуется теперь. В самом начале замеса сразу... Оп. И все. Сектор 20 градусов же. Ну, там вроде как раз за спиной стоял. Но на своих-то, наверное, не сработает. Миша не простреливается. Ну, наверное, просто по-своим. Нет. Нет. Вот теперь, смотрите, работает. 10,4. Это что такое? 16. Эффект упорства, цель Миша. Вообще, попасть не могу. Открывай твои глаза! Что это? Что это? Это эффект лука. Постепенный урон. Конечно. Берите их вниз! Ты еще жив? Мне нужно что-то крепче. На Миша не проверить. Нужен враг. Ну что, Найфра? Как там снаружи? Есть что-то подозрительное? Я наткнулся на довольно подозрительного человека на окраине, но он уже мертв. Эль в плаще, шатен, худощавое лицо. Он был не один. Я, боги, я свободна. Пока что. Мне нужно бежать, пока у меня есть фора. И мне нужно сбросить балласт. Держи. Она извлекается из плаща сложенную кожаную ткань. Если я буду двигаться быстро, это мне больше не понадобится. Ну, давай. Вместе с остальными спутниками она в спешке спускается по лестнице. Получил репутацию в деревне. Получил немного экспы и ночной беглец. А, это броник. Рубящий, разъедающий, скорость восстановления минус 30. Хорошее качество вычета рона, плюс 2, скрытность плюс 2. Защита при выходе из боя плюс 15. Ну, такое себе. Виспоры и шаги. Построено, построено, построено так. Тренировочная площадка. Лабиринт. Давайте лабиринт построим. Сейчас буду строить все здания, какие только есть. Опять солью все бабло. Будет у меня топовая крепость. Хотя я вот сюда еще не заходил ведь. На мельнице не был. Да, не был на мельнице. Из воина можно танка сделать? Конечно. Подразумевается, что именно из воинов ты и будешь делать танков. Они самые жирные. Самолечащиеся. И вообще. Но просто скучные. Проблема воина в том, что он просто скучный. Я буду. Да. Он очень эффективный. Но... Скучный. Ботинки бы на скрытность. Или броник на скрытность. Правда. Теперь легко. Конечно. Чистец правильной партии. Это не только баффер и дамагер, но и... Спутник для Андерса. Нельзя слишком баловать Андерса. А то распустится совсем. Блин. У него и так должно быть уже ЧСВ повышенное. После всех последних событий. Он как-то слишком много делает в бою. А тут священник не вернулся. Он и... Врагов контролит, и парализует, и с руки неплохо наваливает. И порой даже безнадежные катки вывозит. Еще, правда, порой первые умирают. Но у них они тут соревнуются. Вот, с друидом. В скорости умирания. Сюда с тобой! Я уже говорил... Как могу я помочь тебе? Я никогда не видел их. Они хотят знать, где... Гландфарда-трибе, что боги и руины уберут кого-то, кто там уничтожит. Если это так, то мы уже можем уйти в нашу путь. Я буду уйти... Я буду уйти... Совсем где-то рядом культисты Целый лагерь культистов где-то здесь Поблизости находится Так что еще рано отсюда уходить Но мы все равно дойдем до нашей крепости И отстроимся А потом пойдем с культистами воевать Седьмой там уровень вроде, да? Как только получу восьмой Так сразу сможем улучшить броники Да вот нам сюда нужно попасть еще А еще вот здесь вот решить вопросы То есть здесь локация, здесь локация А, и потом нас спустят уже к эльфам А эльфы это уже как бы финал Вроде бы относительно немного осталось Но при этом есть Вайт Марш Тот самый зловещий